Шана Тува, дорогие друзья! Одной из подготовок к празднику Йом-Кипура является наше раскаяние Течува. Поэтому 10 дней между Рожошана и Йом-Кипуром, в которых мы сегодня находимся, так и называются 10 дней раскаяния. Рамбам, выдающийся еврейский философ и талмудист, раввийный врач, с разоснородней ученой своей эпохи, комментатор закона Фторе, духовный руководитель религиозного еврейства как своего поколения, так и последующих веков, считал раскаяние формой служения сердцем. Раскаяние, говорил он, это понятие, суд которого заключается не в исполнении определенных действий и поступков, а в процессе, который временами длится всю жизнь. В процессе, который начинается с укоров совести, чувства вины и постепенного осознания человеком того, что его жизнь возможна, бесцельна, и что он находится, так сказать, на уровне духовного банкротства. Эта дорога, дорогие друзья, очень длина. Она тянется до тех пор, пока цель раскаяния не будет достигнута. Раскаяние – это не следствие внезапного решения. Оно растет и зреет, медленно, постепенно, до тех пор, пока кающийся не подвернется полному перерождению. И только тогда, когда человек станет другой личностью, можно считать, что раскаяние совершилось. Вы зададите мне вопрос, дорогие друзья, как применить это на практике и как раскаяться. Это непросто, но можно попробовать. Необходимо задуматься о своем характере, проанализировать его. Если в процессе анализа вы находите себя слишком вспыльчивым или слишком спокойным, слишком скромным или слишком эстравагантным, слишком веселым или слишком печальным. В общем, найдете чего-нибудь слишком, то вам к Рамбаму. Вот вам несколько размышлений Рамбама о характере, который следовало бы иметь каждому человеку. Это золотая середина. Этот путь является самой правильной дорогой, по которой следует идти. Существуют люди, например, которые загораются в мгновение ока, и другие, которые никогда или очень редко выходят из терпения. Существуют также гордые личности и другие, страдающие другой крайностью и имеющие поэтому чувство своей неполноценности. Существуют и такие, друзья, эгоисты, которые думают только о себе и о том, что для них хорошо. С другой стороны, имеются и такие, которые думают слишком мало о себе и в результате пренебрегают своими нуждами. Иногда можно встретить человека, который до такой степени жаден к деньгам, что кажется, что ему никогда не будет их достаточно, и ему не удастся удовлетворить свою страсть. С другой стороны, существуют и такие, которые не стремятся к тому, чтобы получить достаточно денег для удовлетворения своих самых насущных потребностей. Скромный человек откажется от еды и питья, дорогие друзья, чтобы сэкономить, а чересчур щедрый будет царить деньгами, не позаботившись о том, может ли он это делать или нет. Дорогие друзья, если мы находимся на одной из этих крайностей, мы должны для того, чтобы очутиться на золотой середине, переместиться, так сказать, на другую крайность. Потому что если мы привыкли быть там, где мы до сих пор находимся, нам будет трудно впасть в другую крайность, и мы, скорее всего, окажемся на золотой середине, где нужно попытаться нам и остаться. От всей души поздравляю вас с наступившим Новым Годом и желаю вам крепкого здоровья, хорошего и сладкого года, успехов, новых свершений, и чтобы ваши имена, а также имена тех, кто вам дорог, были занесены в Книгу жизни и удостоились доброй подписи и печати. Кмар Хатима Тува. Будьте здоровы. Ваш Равин Каплан.